Дарья Анкехова И сегодня в пропаганде здорового образа жизни в нашей республике уделяется огромное внимание. И мы говорим именно об этом. В нашей студии сегодня находятся люди, для которых наше будущее, будущее наших детей, да и вообще общество в целом очень важно. И давайте познакомимся с ними. Рядом со мной находится Матвей Иванович Лыткин. Он является руководителем управления Госалкоконтроля Республики Саха-Якутия. Рядом со мной находится также Зоя Константиновна Башарина, доктор филологических наук, профессор кафедры Якутской литературы Института языков коренных народов Северо-Востока России. А также Карл Георгиевич Башарин, профессор, доктор медицинских наук, академик Академии духовности Якутии, академик и вице-президент Академии трезвости. Далее, ближе ко мне, Матрена Валерьевна Шестакова, она является клиническим психологом Якутского республиканского наркологического диспансера, а также Елена Ивановна Шудря, директор общественного фонда ЗОЖ. Вот такие у нас замечательные сегодня гости и первый вопрос, конечно же, будет адресован к вам. Матвей Иванович, ну в нашей республике нынче, в наше время уделяется огромное внимание проблеме алкоголизма. Какова она, антиалкогольная политика? Вообще начнем с того, что Россия одна из самых пьющих стран мира. Ни для кого не секрет. Да, ни для кого не секрет. И это страна, которая по населению убывает ежегодно. По полмиллиона человек умирает по причине употребления алкоголя. Поэтому в 2009 году была принята концепция по снижению масштаба употребления алкогольной продукции. И наша республика сегодня, да, благодаря главе республики, одна из субъектов, которые имеют отдельный орган исполнительной власти именно по решению вот этого глобального, актуального вопроса. И вообще, а на ваш взгляд, ситуация какова она сейчас? Ну, вы владеете, наверное, всей статистикой. Ну, это вопрос такой, что очень коварный. Не зря алкоголь имеет образ зеленого змея. Это образ зла. Он незаметен. Он такой коварный, что незаметно человека садит в зависимость. И Всемирная организация здравоохранения установила, что это есть самый настоящий наркотик. ГОСТ 1972 года так и пишется, что алкоголь – сильнодействующий наркотик, парализующий центральную нервную систему. Поэтому на сегодняшний день наша задача управления, да, с одной стороны, это упорядочить лицензирование и контроль, и с другой стороны, информирование населения. Вот для чего мы сегодня собрались. Мы собрались и очень благодарны вам. Таких передач должно быть больше, чтобы наше население до сих пор, к сожалению, думает, что алкоголь – это пища, алкоголь – это продукт питания. Но те, кто торгует, и подавно об этом думают, и сегодня очень много нарушений в этом плане, да, что и ночью торгуют, и так далее, бутлегеры там. Но, несмотря на это, сегодняшний день мы хотим концертировать тот факт, что по душевое употребление по сравнению с 2014 и начала 2015 года, если было 8,7 литров на душу населения, то на сегодняшний день мы смело можем говорить о 7 литрах. Это очень большой показатель, да. Всего лишь за год, 15-16, по сравнению, снижение было отмечено в районе 7,6%. Это тоже очень большой показатель. И, ну, наверное, прессу читаете, слышите, что и МВД отчитывается, и прокуратура отчитывается. Есть некоторые улучшения в этом плане. Ну, то есть это непосредственно все благодаря именно работе государства. Ну, это комплексный подход, поэтому нельзя говорить, что только алкоголь влияет на преступность, только алкоголь там, начало это, но в концепции так и отмечено, что все социальные беды в России, да, имеют вот причину употребления алкоголя. Поэтому вот этому вопросу наше правительство, глава республики уделяет очень большое внимание. Ну, я думаю, многие телезрители, наверное, уже заметили, ведь у нас сейчас не так легко в доступности, да, приобрести алкоголь. У нас великое ограничение. Хотелось бы еще больше. Вообще, чтобы его не было возможности, да. Хотелось бы вообще, чтобы не было. Ну, и я знаю, что у нас в республике очень много таких людей, вот, к примеру, у нас сегодня в студии, которые пропагандируют здоровый образ жизни и, в частности, отказ от алкоголя. И один из них, ну, это Карл Георгиевич. Карл Георгиевич у нас не просто пропагандист здорового образа жизни, это человек, который работает на протяжении многих лет. И он тот человек, кто создал закон трезвости. Формулировка принадлежит именно вам. Карл Георгиевич, что за закон трезвости, как вообще пришла идея вот его создать и вообще, какова ваша основная деятельность? Я, как врач-патологоанатом, более 40 лет занимаюсь изучением вреда алкоголя даже малых доз. И пришел к выводу, что алкоголь даже в самых малых дозах это наркотический страшный яд, даже глоток. И изучив труды физиологов, невропатологов, психиатров 19, 20, 21 веков, я сформулировал закон трезвости, нарушение которого ведет к гибели как отдельного человека и его потомства, так и всего человечества. Вот этот закон опубликован в ряде моих учебных пособий, которые получили золотые медали на международных выставках. И также я сформулировал этот закон уже в 2007 году и постоянно корректирую его, так. Я должен сказать, что в первую очередь нарушается головной мозг, орган сознания и все другие органы. Поэтому для того, чтобы это прекратить в глобальном масштабе, вот я согласен с Матвеем Ивановичем, он совершенно правильно поставил вопрос, что это глобальная проблема. Если будет так продолжаться, то уже буквально сейчас второе поколение употребляет. А если начнет третье поколение, наши молодые, ребята там, дети и так далее, то уже все человечество выродится. Карл Георгиевич, вот вы рассказали про свои научные работы. И я знаю, что ваши работы оценили не только на территории нашей Республики Российской Федерации, а также и на международном уровне. Вот супруга Зоя Константиновна поможет, наверное, покажем, да, какие у нас награды. Это достаточно, для вас, мне кажется, это огромная оценка вашего труда. Вот можно, пожалуйста, мы покажем. А вы нам немного расскажите, пожалуйста. Ну, в общем, ежегодно проводятся международные выставки-салоны, где участвует более 200 тысяч человек. И мои учебные пособия получили очень высокую оценку в Москве, в Париже, в Лондоне и в других городах. Поэтому это для меня, конечно, очень большое значение имеет. Прежде всего, я поднимаю престиж нашего университета, нашей Республики и России в международном масштабе. Потому что у меня накоплен уникальный, не имеющий в мире аналогов материал. И мы, когда читаем лекции Зои Константиновной, проводим угловские чтения, и после этого люди отказываются от употребления алкогольных изделий, особенно молодые. Курение и других наркотиков. Поэтому этот закон надо пропагандировать постоянно. Ну и тогда вопрос Зои Константиновне. Вы являетесь у нас доктором филологических наук и очень тесно работаете вместе с супругом по пропаганде. Вот ваша работа какова? И вот у меня личный вопрос к вам. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы ситуация нашей Республики изменилась? Я представляю общественную организацию «Женщины-ученые Якутии». Я вице-президент этой организации. И мы давно, уже более 20 лет занимаемся, конечно, вот этой актуальной проблемой. Потому что мы не только ученые, мы матери, мы бабушки. Мы очень беспокоены вот этой ситуацией в нашей стране. Поэтому мы сразу же включились и со дня основания нашей организации вот в эту работу проводили круглые столы, конференции. Вот я, например, изучала историю трезвеннического движения в Якутии, потому что надо сказать, что мы не на пустом месте. Вот наши трезвеннические организации созданы, да? Мы имеем очень большой опыт работы формирования трезвости в нашей Республике. Ну, с конца 19-го, с начала 20-го века эта работа начинается. И даже в советский период, вот Иннокентий Егорович Сергучев, он был по профессии учителем якутского языка и литературы. Затем он стал председателем сельсовета, вот, Мегина-Кангаласка-Мулуси. И отрезвил свое село Норогана. И вот эти трезвеннические движения, движения, вот, которые основал он, его семья, вот, вообще весь наследок, это сейчас продолжается. То есть они придерживаются? Да, они придерживаются, вот, всех этих традиций трезвеннических. И самое, ну, отрадное то, что вот у него сейчас сын, глава этого наследа. И так же пропагандирует, да? Да, да, да. Антиалкогольная политика. Поэтому вот семьи, вот вы спросили же, да, вот как это начинать? С семьи надо начинать. С семьи. С семьи. Чтобы трезвые родители были, чтобы они детей с детства, вот, приучали, чтобы они не пили, не курили. По своему примеру, да? Да, по своему примеру. Карл Георгиевич, я знаю, что по вашему, вот, именно после ваших чтений, да, по закону трезвости, очень много населенных пунктов отказалось именно от алкоголя. У вас есть такая статистика, можно озвучить ее? Совершенно верно. В настоящее время 146 поселений добровольно отказались от розничной торговли. 146 поселений? На сегодняшний день. Например, Вилюйский Улус район, так, из 21 наследа 19 полностью отказались. Таким, благодаря вот совместной работе соратников всех, Матвея Ивановича, Елены Ивановны и других, комиссаровой и других. Поэтому это очень эффективная работа получается у нас. Нет аналогов в мире. Сейчас наша республика лидирует не только по России, но и в международном масштабе. Приезжали специалисты, психиатры, психологи, и они это отметили. Спасибо большое, Карл Георгиевич. Мы обязательно продолжим эту интересную беседу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И вновь приветствуем вас, дорогие телезрители. Если вы только присоединились к нам, напоминаем, что вы смотрите летний эфир. И сегодня мы обсуждаем одну из таких очень важных и актуальных тем. Это проблема с алкоголизмом. И в нашей студии сегодня эксперты по этому вопросу. И сейчас мы переходим к беседе с директором общественного фонда ЗОЖ, с Еленой Ивановной Шудря. Елена Ивановна, что за общественный фонд, как давно вы его создали и по каким направлениям работаете? Этот фонд официально зарегистрирован в 2002 году. Получается, уже на протяжении более чем 10 лет мы работаем в этом направлении. И вот как сказал замечательный наш Карл Георгиевич, сейчас все телезрители имели возможность познакомиться с законом о трезвости. Можно работать в этом направлении по разным коридорам, скажем так, векторам. Допустим, можно бороться с алкоголизмом. Но мы понимаем, что человек разрушен, это очень сложно. И только здесь, наверное, могут помочь профессионалы. Можно бороться за трезвость, когда мы ее уже потеряли. Мы ее потеряли, и мы будем успешно бороться. И, возможно, мы достигнем каких-то успехов, но с большим трудом. А можно вникнуть в суть вопроса Карла Георгиевича Башарина и понять, что мы все родились трезвыми. И поэтому самое простое, самое успешное и самое эффективное нам всем, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, сохранять трезвость наших деток, которые появились на свет абсолютно трезвыми, не курящими и не имеющими никаких вредных привычек. Поэтому это очень просто. И когда мы приняли решение в 2022 году создать общественный фонд, он, конечно, появился, как говорит Зоя Константиновна, не на пустом месте, потому что до этого мне посчастливилось работать в департаменте по охране Генофонда народов Республики Саха-Якутия, который возглавляла уважаемая Кириллина и Валентина Ивановна. И вот, конечно, самое время поблагодарить, если она смотрит сейчас эту передачу, поблагодарить ее за тот опыт, который я получила, потому что не работая бы в этом департаменте, я бы и, может быть, как и простые все наши люди, простые граждане, мне казалось бы, что да, это зло, но что с этим делать? Как можно с этим что-то совладать? Работая там и получая такую интересную информацию, мы поняли, что самое эффективное – это действительно сохранять нашу естественную трезвость, а те, кто ее потеряли, успешно возвращаться к трезвому образу жизни. И, как говорит наш уважаемый Карл Георгиевич, ни один орган не остается без внимания, и если человек употребляет яд, то страдает, в первую очередь, головной мозг, а потом и все остальное тело. Поэтому это все как бы понятно, и к этому выводу приходит каждая здравомыслящая семья, и сейчас мы видим все больше и больше, как говорит Матвей Иванович, успешных молодых девушек и ребят, которые, соответственно, выбирают добровольно трезвый образ жизни. И вот у нас был интересный такой вот опыт работы с ЛФУ, и из тысячи первокурсников в 2015 году, с которыми мы повстречались и проводили такие, значит, серьезные лекции, беседы. Из тысячи. Да, из тысячи. 10-15% детей совершенно не знают вкусу табака и алкоголя, хотя уже достигли многие возраста 18 лет. То есть это хороший показатель, согласитесь? Хороший показатель, да. Дети живут... Но опять же, да, это только 10-15%. Но все еще впереди. Все-таки остальное, так, сейчас даже, ну, практически... В мире опыт. Да, ни одно мероприятие, вечеринка молодежи не проходит в основном без алкоголя, да? А вот как вы вообще с молодежью работаете? Ну, молодежь сама подключается. У нас есть несколько таких интересных проектов с Министерством по молодежной политике, и многие учебные заведения непосредственно сами выходят к нам с предложением, так как мы фонд общественный и открытый для сотрудничества для всех. Пользуясь случаем, хочу сказать, пожалуйста, приходите, мы готовы помочь всем, кто заинтересован в пропаганде трезвого здорового образа жизни, потому что когда уже будет проблема и наркомания, это будет очень сложно, и нам об этом скажут специалисты. И поэтому вот в этих учебных заведениях, работая непосредственно через лекции, беседы, ток-шоу и так далее, мы с ребятами в процессе общения приходим к выводу, то, что если трезвость у человека есть на данный момент, это большое достижение в таком информационном пространстве, которое насыщено рекламой алкоголя, где постоянно идут вот такие примеры, дети видят, люди сохраняют свою трезвость, это раз. Во-вторых, если трезвость потеряна, но это еще эксперименты, еще нет зависимости, молодой человек или девушка, послушав небольшое количество информации, и если еще мы им можем подарить пособие Карла Георгиевича Башарина, там достаточно серьезная информация, то ребята с удовольствием принимают решение жить трезво и спокойно принимают для себя это решение, и не только теоретически, но и практически... Становится это, скажем, годом больше и больше. Да, работа с молодежью. Вот в университете мы проводим угловские чтения, вот через нашу организацию мы в 2015 году выиграли гранцию псевдоправительства на проведение вот этого проекта. И ежегодно вот мы проводим для первокурсников угловские чтения, затем вот в том году по гранту мы ездили, почти объехали все улусы, в Санкт-Петербурге мы проводили в институте, в университете имени Герцена. Так что вот эта... Работа ведется. Работа ведется, и это мы считаем самый эффективный метод именно формирования трезвости у молодежи. У молодежи. Ну и раз уж, ну, некоторые семьи, некоторых людей все-таки коснулась эта тема, да, возможно. И Матрена Валерьевна у нас является клиническим психологом Якутского республиканского наркологического диспансера. Матрена Валерьевна, вот вообще каковы они первые звоночки? На что необходимо обратить внимание? И вы как психолог, может быть, посоветуете, да, родителям, возможно, просто нашим телезрителям, на что нужно обратить внимание в первую очередь, когда у человека уже есть алкогольная зависимость? Так, как все сказали, да? Как все сказали, человек все равно зависимым человеком не рождается, да? На протяжении жизни, если ребенок, ну, человек родился в неблагополучной семье, в диструктуровной семье, воспитывается, с этого может начаться именно риск становиться алкоголиком, ну, зависимым человеком, или наркоманом, или алкоголиком, да? Ну, первые звоночки какие? Наркомания – это очень страшное дело, да, потому что уже употребляя 2-3 раза, уже может становиться зависимым от наркотиков, да? Поэтому первые признаки какие, да? Здесь сразу меняется поведение ребенка, да? Раньше он учился хорошо, интересовался всеми, ну, музыкой и так далее, и так далее. Потом резко интерес пропадает. Резко интерес пропадает, ага. Это уже первый звонок, да? Больше времени провожает с друзьями на улице. То есть в семье его редко спит изможно? Да, в семье уже особо не останавливается. Это лучше, ну, интересно ходит именно на улице, да, с друзьями. Вот этот сигнал. Вот вы сталкиваетесь с этим, ну, каждый день, да, по ходу своей работы. И насколько сложно вообще отказаться от алкоголя человеку, который уже зависим? Да, уже зависим. Ну, к нам приходят уже люди, которые уже страдающие алкоголизмом, да, или наркоманией. И, конечно, избавиться на совсем, на совсем от алкоголизма, от зависимости невозможно. Если человек заболен именно алкоголизмом, ну, зависимость есть у человека, это как бы дается на всю жизнь уже, на 100 всю жизнь. Просто единственное, кто-то сможет, да, с этим справиться и как-то это... Самая главная цель, если человек уже осознанно идет, ну, хочет бросить пить, это уже такая трудная работа, конечно. Это в первую очередь работа, должен работать над собой, да, над изменением своего, своей психики, да, социальную сферу надо изменить, духовная сфера. Ну, как полагается, в первую очередь именно биологически физически должен быть здоров, да. И таким образом он должен все время и каждый божий день работать над собой. Это очень трудоемкая работа на самом деле. Лучше не начать употреблять алкоголь или... Да, самое лучшее решение, и не пробовать, и не интересоваться, и не это. Это если человек пробует, да... Хоть чуть-чуть, коррект, культурно. Некоторые говорят, что культура питья, это можно. Нет такого. Нет, вообще нужно. Да, на самом деле такого нет. Спасибо большое, Матрена Валерьевна. И я знаю, что сегодня у нас, вот хотя такая серьезная тема, мы бы хотели от всей души поздравить Матвея Ивановича с его знаменательной датой. Сегодня у него день рождения. Давайте немножко похлопаем, хотя это немножечко не тема, но мы поздравляем вас. Наверное, вся республика в экранах также присоединяется к нашим поздравлениям. Время эфира подходит к концу. Буквально несколько слов от вас, и я знаю, что потом мы передадим слово. Я хочу сказать вот так, для наших телезрителей, наша республика, руководство республики выбирает развитие. Тем больше алкоголя, тем больше преступности, тем больше деградации и так далее, а тем меньше алкоголя, тем больше развития. Поэтому все хотят быть счастливыми. Самые счастливые люди кто? Наши дети. Почему они счастливые? Потому что они трезвые. Поэтому наша задача сохранить их трезвость до преклонных лет. И мы сейчас предоставим слово Карлу Георгиевичу, потому что он не только пропагандирует здоровый образ жизни, а он пишет потрясающие стихи. И я думаю, самое время нашим телезрителям послушать призыв Карла Георгиевича. А помнитесь, люди, отставьте бокалы шампанского брызги и опасней войны. Глоток алкоголя, пускай самый малый, начало всей нашей совместной вины. Вины перед будущим нашего дома, вины за растление малых детей, вины за страну, доведенную до слома и мрущей в плену алкогольных сетей. И с сегодняшнего дня, 2017 года, давайте-ка твердо решим отказаться от алкоголя, табака, наркотиков, ядов, дурманов и жить и работать трезвым умом. Будьте активны, неутомимы в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей любимой, великой, могучей, непобедимой Родины России. Будьте патриотами России и помните, что только трезвая Россия станет великой. Браво, Карл Георгиевич, я думаю, ваш позыв, ваш заряд и ваша энергия, надеюсь, поможет многим телезрителям, ну, кто, допустим, где-то там когда-то употребляет, мне кажется, вы являетесь наглядным примером того, как нужно правильно жить, а самое главное, здоровый образ жизни – это основа нашего будущего. Спасибо большое, дорогие гости, всего доброго, мы увидимся в это же время, в этом же месте. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!